Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина предлагает вам поучаствовать в мастер-классе «Летающие цветы». Летающими цветами в разных культурах называют бабочек. Бабочки – одни из самых уникальных созданий природы. Афанасий Фетт, Константин Бальмон посвящали стихи этим прекрасным созданиям. Упоминания о бабочках можно найти в таких литературных произведениях, как «Баранкин будь человеком» Валерия Медведева, «Бабочка на штанге» Владислава Крапивина, а также в рассказах о природе Паустовского, Скребицкого, Ушинского, а также Виталия Абьянки. Волшебная книга «Бабочки» – это замечательная книга, созданная двумя талантливыми людьми. Художником Татьяной Мавриной и писателем Юрием Ковалем. И сейчас я вам предлагаю изготовить летающую красавицу-бабочку своими руками и послушать несколько замечательных рассказов о бабочках из этой книги. Для изготовления наших летающих цветов нам понадобится цветная бумага, карандаш, степлер, ножницы и клей-карандаш. Также предварительно мы подготовили два шаблона круга разных размеров. Для получения шаблона круга можно воспользоваться любыми круглыми предметами или использовать циркуль. Мы с вами приступаем к созданию нашей летающей красавицы-бабочки. И в процессе нашей работы предлагаю вам прослушать несколько замечательных рассказов Юрия Коваля, посвященных этим замечательным созданиям-бабочкам. Бабочки и цветы. Бабочек называют летающими цветами. Мне такое сравнение не очень нравится, потому что я думаю, а вот бы цветы и вправду взлетели. Вдруг летят по небу лютики и жабник, кипрей да зверобой или еще куст шиповника с корнями. Тут бы, пожалуй, и бабочки напугались. А самолеты, наверное, и вовсе с ума бы посходили. Куст шиповника мне без заприметив. Я люблю смотреть, как бабочки летают над цветами. Любые бабочки над любыми цветами. Лишь бы цвели. Лишь бы летали. Полет «А ты видел когда-нибудь воздух?» Спросил меня умный мальчик Юра. Я подумал и сказал «Видел». Юра засмеялся. «Нет», — сказал он, «ты не видел воздух, ты видел небо. А воздуха нам видеть не дано. А ведь, пожалуй, и вправду мы видим воздух. Только когда смотрим на бабочек, на парящих птиц, на пуходуванчика, летающие над дорогой, бабочки показывают нам воздух. Пуходуванчика — чистое воздухоплавание. Все остальное — полет. Самолет в небе никак не дает ощущения воздуха. Когда глядишь на него, только и думаешь, как бы не упал. А парашют, — спросил меня Юра, — мне дает. И мне тоже. А бумажный самолет, конечно, дает. А еще голубь. Давай сделаем бабочку из бумаги. Капустницу или крапивницу. А давай махаона. И мы сделали махаона с огромными крыльями. Ведь само слово «махаон» с огромными крыльями. И оно дает ощущение воздуха. Мы отпустили махаона с крыши. И, затаив дыхание, долго смотрели, как летит он и показывает воздух, который нам видеть не дано. Орденские ленты. Орденские ленты живут в березовых лесах. А я и не знал. Но вот пошел березник за подберезовиками, и вдруг стаями, стаями стали взлетать передо мной орденские ленты. Хотел было гоняться за ними, да не стал. Глупо это как-то за орденскими лентами гоняться. Орденские ленты – ночные бабочки. Днем они прячутся в березах, а уж ночью свободно летают по всей земле. Однажды ночью пришла к избушке орденская лента. Я увидел ее через окно. Открыл форточку и поставил свечку на подоконник, чтобы поближе ее подманить. И она подманилась. Плавными кругами, колеблясь и вздрагивая, подлетела она к избушке. Села на подоконник. Она глядела на свечу, а я думал, что лучшего ордена на свете и быть не может. Для моей избушки. Итак, расправляем нашей бабочке-красавице крылышки. Затем с помощью карандаша расправляем и подкручиваем усики. И наш летающий цветок, наша бабочка готова.